Здравия желаю! Сегодня, значит, работал над усовершенствованием БТГ, инерциоид. Там что было? Всё, оно работало, но напряжение немного скакало, чуть больше, чуть меньше. Плюс-минус 20-30 процентов. Вот сейчас покажу вот эту систему. Поставил на 1 секунду и 4 секунды. Поставил маховик, колесо. Мотор-генератор на 600 Вт. Мотор, значит, двигатель, мотор-двигатель, 225 Вт. Получилось что? Получилось, что скорость не снижается. Сейчас посмотрите. То есть напряжение, выход ровный. Вот я включаю. Вот ждём, как она разгонится сначала, какое-то время. Минуту где-то, ждём минуту, разгонится. Войдёт в кондицию. Видите, скорость не снижается, когда разгонится. Вот она увеличивается, скорость увеличивается, ещё увеличивается. Одну секунду всего включена, и 4 выключена. Но скорость не снижается. Вот она подровнялась уже. И пошла ровненько. Видите? Уже ровненько пошла. Сейчас посмотрим выход. Вон у меня стоит плодметр. Включим возбуждение. Вот выход. 7,57. 7,57. Ну это потому, что скорость подаётся всего 26 вольт напряжения. Так на это колесо, я говорил уже об этом. Если заварить, то поставить на 220, и так подавать. То мощность будет на порядок больше, конечно. Но вылетит ещё, подать 220, вылетит. Вот сейчас, пока выключим. Так, выключим его. Кропку нажали, отключим. Вот метр отключим. То есть получилось что? Получилось мощность и скорость почти не теряется. Я тут вычислял. Вот что, видите, вышло. Потребление 23 ватта. За счётчиком. 23 ватта. 26 вольт напряжения на входе. Одна секунда включена. 4 секунды выключена. Через реле. Дальше. И вот выход. Когда включена, выходит 20 вольт. 20 ватт. А когда выключена, выходит по 18. 4 раза. Вот считаем. Считаем. Значит, 18. Помножим на 4. 72. Плюс 20. 92. 92. 92. Разделим на 23 затраты. 4. Помножим на 100. 400% КПД. Но это при такой скорости. 400%. А если 220 будет, то там явно, что получится. Ну, посмотрим. Пока вот то, что есть, то, что есть. Такие модели я, похоже, показывал. Но почему я показал сегодня? Вы видели, что эта модель лучше тем, что подобрано правильно время, скорость почти стабильно одинаковая. то есть это чем хорошо? Можно сразу с выхода, вон выход, как видите, вон где белая розетка. Сразу брать на потребление или брать на зарядку батарей. То есть никаких устройств больше не надо, чтобы напряжение стабилизировать. Никаких стабилизаторов, ничего. Оно почти стабильное. Стабильное напряжение почти. Там плюс-минус полвольта эта роль и больше не играет. Оно и в сети. Вот у меня тут сети скачет 235-238 вот так. На 4 даже вольта и нифига не сказывается. Все работает стабильно. Даже лампочки не сказываются. То есть вот почему я показал, что это вариант такой. В чем его новизна? То, что стабильно. До этого было, вы увидели, что там опускалось у меня было 125 вольт, опускалось до 94. 4 вот так вот скакало. Здесь это маховик. Маховик. Сглаживает напряжение. То есть получается, что как бы мы выключили как бы, а вроде и не выключали. Оно так же работает за счет того, что маховик как говорится, он мощность накопил, а потом ее выдает и эти 4 секунды выдает ее. Пока только отключен, он выдает. Видите? И за счет этого получается стабильно и 400% капоте. И 400% капоте. То есть ну, как я и говорил, нужны батареи, чтобы подать вот этот вход подают сюда пока. батарея, значит, три батареи лучи. Я так уже продумал. Тяговая. Одна батарея, значит, небольшой мощности на 100 ватт, даже 2. На 100 ватт где-то хватит. На 100 ватт. для такого. А если на полную включать, то надо там киловатт не меньше. Но если пока денег нет, можно запустить маленькую. То есть взять три батареи, значит, две на 100 ватт, вот. И одну на 300 ватт. На 300 ватт это будет здесь вот зарядаться. для потребителей. И будет работать, но на 100 ватт если 23 в час, 5 часов проработает по такой схеме примерно. Или около пяти. А потом просто батарею переставил туда, туда. Остановил, батарею переставил. Даже не на реле ставить возиться. Тут как, чем меньше электроники, тем она надежнее. Так всегда. То есть надо стараться попроще делать. Бывает, что можно и в сеть запитать. если подать на 220, то есть такие инверторы, но тоже дорогие. Что они обратно по нему можно подать напряжение, чтобы чуть-чуть поднять. В сети 238, поднять 240. Пойдет в сеть. Но опять-таки надо счетчик еще специальный. батареи не надо. Для дома такое, где проведена электросеть, там только платить придется за постоянное подключение. тогда небольшая оплата. И все. А если в доме нету, где-то дача, где-то там в тайге дом, то нужно применять батареи. Хорошая. А может даже самим делать, потому что магазин на это дерьмо. Я смотрел в интернете какой-то парень делает батареи. Пехтин по-моему фамилия. Он там разные делает и кислотные, всякие. То есть вот у него надо посмотреть. То есть может заняться так, батареи дорогие, может заняться сейчас как раз изготовить пару батарей самодельных. И все. Ну ладно. Пока все.